Вижу, что усыпляющие мои слова, то, о чём я всегда говорю, что у нас тема такая, она требует подлинности. Прямо сейчас мы разговариваем, мы же кто-то начинает отождествляться со слушателем и уходить в иллюзию себя, как я, слушателя. По сути, тоже пребывать иллюзии в иллюзии. Слушая меня, это же сон идёт тоже, это же иллюзия идёт. Попадая в этот поток иллюзий, в нём можно существовать бесконечно долго и так от него не выйти. Можно приходить к учителю, слушать его, слушать, так вот и оставаться, слушать как слушатель. Нужно шарп, нужны действия, острые действия, как этот, знаете, ножик для колки льда. Да, в основе моей ежедневной практики талдеки говорят, что вы никогда не должны садиться в практику для наслаждения. Сейчас вот я с этой практикой приду в гармонию или испытаю какое-то, слушайте, но это же опять иллюзия, то, что вы испытаете, состояние какое-то. А зачем вы к нему стремитесь? Так это опять тенденция влечения к чему-то. Тогда ваша медитация — это на самом деле не то, что вас выведет, тогда вся ваша практика коту под хвост на самом деле, потому что она продолжение иллюзии в иллюзии. Ваша практика должна быть основана на том, что вы должны своими лобными долями выйти из иллюзорности иллюзии и далее отправиться в самоосознание. А самоосознание — это не состояние. Самаосознание — это не опыт переживания чего-то, потому что любой опыт переживания, он важен только чувствуя эго. Поэтому всегда, когда говорят, это можно бесконечно, это можно бесконечно ездить на ретриты, есть такие формы ретритов, да, где люди переживают этот опыт, потом они снова едут. Психоделики — это тоже опытный способ. Пережил опять этот опыт, теперь я поеду, потому что опыт мне понравился. И вообще опыт, так этот опыт тоже является иллюзией, продуктом ума. Важно перейти к развлечению. Развлечение — это не опыт. Вот прямо сейчас, прямо сейчас вы кто? Развлечайте. Вы вот вообще развлечаете себя, как я? Вы можете поймать себя, как я? У нас в практиках есть способ, как ловить это я. Мы должны уметь выслеживать своё состояние. А что такое я? Я уже говорил, что я — это мысли. Всё же есть мысли, да, у этого я. Вот сейчас в любой момент мы думаем с вами. Вот мы, как я, думаем. И эти мысли всегда окрашиваются чувствами. Но у я есть такая фишка, что мысли важны, чувства не важны. Это я своими мыслями уходит. Я вот помню, как-то кушаешь, и мыслями уходишь, что «ах, надо туда», и начинаешь быстрее кушать. Тебе же уже туда надо, значит, ещё даже ноги напрягаются, так сидишь, кушаешь быстрее. А потом, стоп, ещё я опять вовлёкся в это. Это же приходишь к осознанности, да? Развлечаешь, что сейчас-то я, сознание, вовлеклось в это я и поверило в реальность. Потому что мне тогда, мне, сознанию, которое не знает, что это сон, мне вдруг жизненно необходимо стало вот там что-то доделать. А почему? Потому что страх чего-то упустить. Упустить, а если упустить, это может быть потеря, а потеря это что? Ну вот по моей гинограмме потеря это смерть, потому что там конкретная была потеря. Там потеряли и от головы, ну там, умерли. И ещё, а дети остались одинокими, потому что бабушку мою в интернат, значит, в детдом, причём их всех ещё троих детей разделили, четвёртого кому-то отдали. Всё это реально было, всё это рептильный мозг помнит, он теперь уже не отличает. То есть для него любая потеря, это та реальная ситуация. Та ситуация вспоминается генетически, она не прожита. Потому что бабушка это не прожила, моя мама это не прожила. Соответственно, всё это генетически дальше транслируется. Почему и такие проблемы физические? Потому что в генах эта вся информация закреплена. Обмен веществ уже работает таким образом. И только корой больших полушарий можно это всё распутать. распутать, уже тогда своей корой скажут, «Эй, ну ты потерял, это никак не связано с твоей бабушкой и прабабушкой». Но, видите, если мы это не распутали путём анализа, это будет тиражироваться автоматически. Рептильный мозг, он автоматически работает. Наша задача сейчас с вами что делать? Ну, наша задача, конечно, с вами прийти к самоосознанию, то есть быть в самоосознании. А как мы к этому можем прийти? А нам нужно выходить из этого «Я», из отождествления с этим «Я». А как? Мы должны с помощью коры больших полушарий, с помощью размышлений, с помощью анализа, с помощью практик, мы должны различать. Мы должны из бессознательного переводить в эту осознанность. То, что мы всё это не переживаем, и оно у нас закреплено как реакции, как тенденции, как ощущения, как болезни, как проблемы какие-то. Есть люди, которые постоянно в долгах живут. Но почему они поддерживают такую реальность? Есть люди, которые в постоянной нужде живут. Но почему они поддерживают такую реальность? Потому что они всё-таки не развоплотили, их рептильный мозг верит в такую ситуацию, и он не может отличить его от иллюзий, он верит, и он продолжает жить вот в этой реальности. Он не различил, что он единство, изобилие и так далее. Кто-то живёт там с очень плохими отношениями. А вот у нас тоже семинар. Очень часто люди говорят, денег, да денег нету. Откуда эти деньги? На какой ещё семинар деньги? И человек как бы говорит, что я как бы в какой-то нужде живу. Мне до этого, как бы я не могу себе позволить этого. Но это, видите, это тоже пребывание вот в этой программе. Ладно, это было один раз. Я вижу уже людей там 7 лет, и он вроде как бы работает, что-то с собой работает, но он по-прежнему снова приходит, и он снова в какой-то нужде. Подожди, а вы вообще чем занимаетесь, вы приходите? Потому что если вы действительно работаете, то вы должны уже выйти из этой программы. А по сути получается, что человек уходит после семинара, и он не работает ни с чем. По факту получается. Потому что если вы работаете, это должно измениться. Если не меняется, значит вы сидите в каком? В той же своей программе в репетильном мозге. Это знаете, вот как я тоже читал про одного учителя, который там был в глубокой медитации, он сидел в пещере, ну и как бы вот вышел из пещеры, хотел передать эти знания, походил-походил, потоптался-потоптался, и что-то никого не нашел, и обратно сел в пещеру и опять сидеть. Потому что в принципе никому это не нужно. Вроде как бы все вроде может быть интересуются этой темой, но когда дело доходит, а это ведь опять же такая сила самсары. Это не они виноваты. Ну там, что вот, поехали на шашлыки вместо семинара. Но они отфестивалят свое. Мы тоже отфестивалили, значит, уже просто свое. Нас уже эта иллюзия не убеждает. Да, мы тоже подвержены, но в данный момент, может быть даже точнее, так сказать, потому что никто не знает завтра, где вы окажетесь. У нас были люди, которые много лет идут, а потом бац, до какого-то момента дошли, а дальше уже там вроде как для меня потолок. Дальше с этим я уж точно не готовы расстаться. Игра такая, да, иллюзия очень сильная. Майя работает нон-стоп, она без передышки. Она вас продолжать будет завлекать, чекотать, пугать, чтобы вам не дать выйти из рептильного мозга в кору. Кора будет работать на рептильный мозг, чтобы думать, как там защититься. В какой-то момент наступает пробуждение. Непонятно, как наступает пробуждение. Потому что со всеми по-разному наступает пробуждение. Кто-то от боли, кто-то не от боли пробуждается. Но я так понимаю, что кто не от сильного боли пробуждается, они уже подготовлены в прошлых воплощениях. Они все равно проделали эту работу. И они уже способны идти на более тонком уровне дальше. Вот сейчас просто, когда интернет открылся, вот сейчас у меня одновременно проходит Сочи, Краснодар, Москва, из Израиля, из Америки. Большая выборка людей. И действительно встречаются очень пробужденные, которые уже не так сильно в программах. А они очень четко чувствуют вот это самоосознание. Но принимают мою идею о том, что не надо довольствоваться тем, что ты в самоосознании. Нужно продолжать работать через это «я». И наша дальнейшая задача заключается в том, чтобы мы научились пропускать эту прану, не задерживать ее. И самоосвобождаться, не задерживая энергию будхиального тела и позволяя ей уходить в космос. И тем самым выйти из этой программы рождения и смертей. Потому что если мы освобождаемся от этой программы, то есть мы не вмешиваемся в течение этих чувств, то тогда эта потенция сна уходит. А слушайте, вот мы же ночью спим-спим, а потом просыпаемся. А когда мы просыпаемся? Когда потенция сна у нас ушла. То есть когда мы там все просмотрели, и мы утром просыпаемся и бодрствуем. Вот точно так же и сознание. Когда эта потенция сна уйдет вся, тогда сознание проснется, и мы вернемся в свое первоначальное вот это вот бытие. То есть мы выйдем из этой игры. Можно сказать, ну а какая разница там, зачем выходить? Вот это все оживляется в процессе пробуждения. Здесь такая эволюция, она идет на то, чтобы уйти из этого омрачения. Гаутама Буду. Он говорил, что вы к пробуждению пойдете только тогда, когда вы осознаете, что все, что вы переживаете, как я, абсолютно все, это есть страдание. До тех пор, пока вы не знаете, что это страдание, пробуждение невозможно, потому что вы будете увлекаться этим миром. Мы уже, как пробужденные, да, мы уже сильно не ориентируемся на этот иллюзорный мир. Мы понимаем, что на него опереться никак нельзя. Да вы знаете, на него оперлись и свалились, да, там так свалились, что, ну там, стрясение мозга, там и так далее, да. И тогда ты начинаешь уже вкладываться в реальность. Я вообще до 24-25 лет, я вообще, ну просто мертвецким сном спал. Как ты по истории жизни у нас не верующих, ни никого таких интересующихся. Я никогда не таких книг, Библия, вообще каких-то течений. В моем окружении вообще даже не было никого такого, ни соседей, ни каких-то примеров вообще не было. Я, конечно, очень хорошо вот понимаю спящих, потому что была такая спячка, и я понимаю вот эти все ценности вот этого «я». По мере пробуждения я стал различать. Вот это вот, понимаете, появилось вот это развлечение. И начинаешь понимать. Так ты туда вкладываешься, вкладываешься. Помимо того, что ты начинаешь видеть, что это как, знаете, вот песок, который между пальцами уходит, и ты это все не можешь контролировать. А потом еще ты видишь, что этими своими тенденциями, как твое здоровье, что там с ним делается. Но если ты осознан, ты, конечно, все это видишь. И потом начинаешь понимать, что это все тщетно. Единственное, во что действительно можно вкладываться, это то, что реально. И поэтому ты начинаешь просто перенаправлять свое внимание. То, что, знаете, люди говорят, «У нас нет денег». Ни денег нет, просто приоритеты смещены не туда. У меня тоже нет денег на что-то. У меня туда приоритеты не смещены. Человек живет в какой-то программе, и он думает, что у него так, и он будет так жить, да. Вот он будет в своей реальности согласен своим приоритетам, потому что на что-то мы же всегда находим деньги. Наша задача какая? Наша задача сейчас с вами быть в самоосознании. А что значит в самоосознании? В пробужденном состоянии. Наша задача с вами все время отличать, что иллюзия, а что реальность. Как только вы забылись, вы ушли в иллюзию, думаете, что это реальность, поэтому вы начинаете страдать. Страдание в основу возвращает в то, что надо как-то вроде выходить в реальность опять. Мудрецы говорят, если ты будешь относиться к иллюзии как к иллюзии, то у тебя не будет здесь никаких проблем. По сути, все ваши проблемы, здесь и вообще проблемы любого, это только в том, что мы путаем. Мы иллюзорное воспринимаем за реально, и к иллюзорному относимся как к реальному. Это проблема чего? Это проблема бессознательности. Мы относимся к иллюзорному как к реальному, только пребывая во власти рептильного мозга. Мы не смогли, мы не можем отличить. Кора больших полушарий пока у нас работает на удовлетворение потребностей вот этого рептильного мозга в защите. Сначала мы все-таки тоже и своими мыслями, то есть своей корой больших полушарий размышлениями начинаем размышлять, что давайте не потакать этим иллюзиям. Оказывается, все, во что ты веришь, от чего ты страдаешь, это иллюзия. Так можно, как это знаете в том анекдоте, а что можно было, да? А что можно было не верить в это все? А что можно было прожить, не страдая эту жизнь, не болея? Что можно было умереть без страха, без боли? А что можно было это все? Можно, но только это нужно точно так же, как вы сейчас прилагаете усилия для того, чтобы защититься от страха смерти и быть в программе, нужно всю эту энергию направить. Если ты будешь ходить в эти страхи, страхи одиночества, страх смерти, то в конечном итоге ты как по мостику пройдешь к истинному себе. То есть не будешь убегать, а будешь идти туда. Что нам нужно? Нам нужно сейчас понимать, что да, тенденции вас будут по-прежнему утягивать по старым схемам, но нужно уделять время практикам, потому что именно практики позволяют выходить из этого «я», из этой иллюзии в то настоящее самоосознание. Прямо сейчас давайте почувствуем, вы сейчас в каком статусе? В статусе «я» или в статусе самоосознания? Как вы распознаете, в каком вы статусе? Вера, в каком состоянии вы сейчас находитесь? В статусе «я» или… Видите, «я» — это нужно чувствовать. Многие, делая «атма-вичару», это метод адвайты, самоисследование, обращают внимание на то, что различать себя как сознание. Но подождите, а оказалось, что различить себя как «я» не менее сложно, чем различить себя как сознание, потому что «я» всё время у Сус-Казайты прячется. И различить себя как ложное «я»… Просто я был в таких местах, адвайтических и духовных, где подавляющее большинство, говоря о себе как о сознании, на самом деле находится в отождествлении с этим «я», но его не распознают в «я». Но я вам хочу сказать, что когда у нас открыты глаза, мы априори отождествлены с этим «я». Этот мир создаёт «я». Если нет «я», нет «мира». Надо сказать, что мы, когда мы с открытыми глазами… С закрытыми глазами только в том случае, если мы ушли в самадхи, потому что с закрытыми глазами мы тоже отождествлены с этим «я», потому что там другой мир появляется. Нам нужно с вами ясно понимать, что с этим «я» пока есть тело, пока есть этот мир, мы как сознание всегда отождествлены, потому что мы сейчас находимся во сне с вами. И мы как сознание пробуждаемся во сне. Сон идёт, иллюзия идёт. И мы с вами находимся в отождествлении с этим «я». Но вот смотрите, в чём тонкость пробуждённых. Пробуждённые, они при отождествлении с этим «я», продолжая быть отождествлёнными с этим «я», они различают себя. «Я» не может существовать без сознания. Смотрите, сознание без «я» существует, тогда мира нету. Но мир без сознания существовать не может. Поэтому всегда, когда вы видите мир, вы всегда прямо сейчас являетесь этим сознанием. Но только ваша проблема в том, что вы его не самоосознаёте. Оно из-за омрачения, из-за привычки думать, что это сознание есть «я», вот это «я», 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 что такое «я», личность, оно не помнит себя. Но прямо сейчас вы есть это «я». «Я» — это есть сознание. Но только оно не помнит себя и считает, что оно вот этот вот персонаж и вот этот субъект «я». Но прямо сейчас, прямо сейчас вы есть сознание. Вся эта работа наша духовная состоит в том, чтобы вот прямо сейчас суметь различить себя как сознание и себя как вот это «я». Потому что себя как сознание, вы как самоосознание сознаёте, это не умственное. А себя как «я» вы осознаёте как продолжающееся течение мыслей, они не прекращаются. И как продолжающееся течение эмоций, они тоже не прекращаются. Эмоции и ощущения. Когда вы пробудились, ведь это сон, это иллюзия, но вы в этой иллюзии пробудились. А что значит «пробудились»? Вы различили сон как сон. До тех пор, пока вы сон не различили как сон, он для вас чем будет являться? Реальностью. Значит, вы спите, значит, вы не пробуждены. Но подавляющее большинство людей, но это же просто вот сознание спит. Даже никак вот зазора нету как-то выйти вот из этого сна. Ты внутри сна, и ты не различаешь, что это сон. Но когда происходит пробуждение, что-то должно невероятно случиться, чтобы пробуждение сознания произошло. Выйти из этой программы очень непросто. Что-то, какое-то потрясение должно случиться, чтобы точка сборки изменилась. Если ничего не произойдёт, никто не сможет пробудиться, достучаться. Всё, эта программа будет работать, и она так и работает вокруг вас. Вот это пробуждение само по себе, оно возможно только если оно началось внутри. Я вообще понял в этой игре, что нужно ориентироваться на собственное пробуждение. Нужно не ориентироваться на пробуждение других. Это вообще большая ловушка. Что я, типа, пробуждённый, я сейчас буду там передавать знать. Ну, в этом тоже отчасти что-то есть, но на самом деле в этом процессе пробуждения участвуете только вы всегда. Для меня сейчас, конечно, я профессионально работаю с вами, и мы сейчас будем применять очень много разных способов и техник, но это тоже вплетено в систему моего пробуждения. Я хочу сказать, что вы, если вдруг подумаете о том, что нужно там кого-то пробуждать, будьте очень осторожны, внимательны, потому что в пробуждении нуждаетесь только вы. больше вокруг вас никто не нуждается в пробуждении. И вот я для себя это понял в процессе такой длительной работы с пробуждающимися, что никто из вас в пробуждении не нуждается, кроме меня в данный момент. В данный момент никто из вас не нуждается, в нашей компании нуждаюсь в пробуждении только я. А вы со своей колокольниц смотрите, что здесь никто не нуждается в пробуждении, кроме вас. И так вот оно работает. Это же сон, это иллюзия. Для меня вы иллюзия. Как я буду за вас, знаете, решать чего-то, хотеть за вас? Как я это могу делать, если вы сами по себе иллюзия? А то, что реальное, оно без проблем прямо сейчас существует. И моя задача просто быть в этом реальном и не поддаваться этой иллюзии того, что вы как тела реально существуете, и вам нужна какая-то помощь. На самом деле это всё сон, это иллюзия. И сам процесс пробуждения, он тоже снится, это тоже иллюзия. Здесь всё, что мы можем, это только быть в самоосознании. Из действий это только быть в самоосознании. Всё остальное это иллюзия. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok